добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о преодолении клеветы еще одно средство из разряда самых мощных прощения трудно на мой взгляд как человек который через это проходит прошел в какой-то мере или на каком-то этапе знаете это невозможно если господь не даст милость если господь не даст силу не даст благодать это невозможно как только ты начинаешь говорить о мире помните да как давид говорил они начинают войну они просто о войне говорят они начинают боевые действия и много раз это видел много раз с этим сталкивался и ним понятно ваше опасение непонимание в отношении прощения но она необходима и на мой взгляд прежде всего для нас самих потому что это освобождает нас вернее даже высвобождает нас для сложения я более чем уверен что но не просто высвобождает она как бы знаете так вот отсекает от нас этот хвост клеветы и он остается там в прошлом с теми кто продолжает в этом жить в то время как вы устремляетесь дальше по пути служения как вы можете простить клеветника я уже говорил что разговаривать с такими людьми по большому счету бесполезно но совершенно не значит что не нужно предпринимать попытки может быть я неправ я был бы рад если я оказался неправ и тот кто вас оклеветал после разговора с вами покаялся и сказал брат прости и тогда вы приобрели его и все хорошо но чаще всего это не поможет вам нужно отпустить в этом случае прощение должно быть осознанным совершенно осмысленным отказом от претензий знаете когда я разговаривал один на один с тем человеком который меня оклеветал и он продолжал эти вещи делать я сказал ему фразу которая ну знаете она огорчает мне до сегодняшнего дня потому что это слова которые сказаны я сказал что каждый раз когда ты будешь идти к алтарю принимать вечерю знай я имею против тебя и знаете когда это произнес это было на эмоциях я считал что так нужно уж так написано и когда я дошел добрался до дома дух святой начал говорить со мной прощение это отказ от восстановления справедливости это отказ от суда это отказ от любого рода последствий для этого человека в этой жизни или в грядущей и знаете я понял что я его не простил хотя 10 раз это произносил но в этот момент я четко осознал что прощение это когда ты отказываешься предъявлять что бы то ни было этому человеку я стал на колени я сказал господь я отказываюсь от этих слов я не хочу чтобы в жизни этого человека наступили какие бы то ни было последствия бог сказала теперь это настоящее прощение итак друзья клеветника нужно простить то есть отказаться от любого восстановления справедливости от любого наказания каким бы она не был итак итак